Люди собрались на похоронах, чтобы отдать последние почести милой молодой женщине, ушедшей слишком рано. Но во время похорон в гроб внезапно ударила молния. То, что произошло дальше, просто невероятно. Марго не могла поверить в то, что услышала по телефону. Ее переполняли эмоции, слезы текли по ее лицу. Не замечая людей вокруг, она сидела в кафе и безудержно плакала. Именно тогда Лукас заметил ее и подошел к ней, чтобы предложить свою поддержку и спросить, что случилось. «Можно мне присесть?» – спросил мужчина и протянул Марго носовой платок. Она ничего не сказала, но взяла платок, и Лукас воспринял это как знак согласия. Лукас посмотрел на Марго и с ободряющей улыбкой, и сказал, «Если тебе нужно с кем-то поговорить, то я буду всегда рядом. Ты можешь рассказать мне все, что угодно. Я сохраню твои секреты». Марго не знала, с чего начать свой рассказ. Должна ли она начать с рассказа о травмирующем опыте развода своих родителей и их последующем бессердечном обращении с ней? Дело было не в расторжении их брака. Скорее, то, что произошло потом, оказало неизгладимое влияние на жизнь Марго. Ни один из родителей не хотел брать дочь к себе. Единственным человеком, который был готов принять девочку и растить, была мать ее отца, бабушка Рене, которая жила в маленькой деревне. После того, как Марго переехала к бабушке, ей пришлось сменить школу, что только ухудшило ее положение. Другие ученики часто придирались к ней из-за того, что ее одежда и прическа были некрасивыми. Одноклассники проявляли к ней дружелюбие только тогда, когда им что-то было от нее нужно. Марго была образцовой ученицей, неизменно получавшей отличные оценки. Поэтому ее сверстники обращались к ней только тогда, когда им требовалась помощь в учебе. Но как только они получали то, что хотели, они снова начинали насмехаться над ней и делали ее жизнь почти невыносимой. Когда Марго чувствовала себя подавленной, она обращалась за утешением к бабушке. Бабушка Рене всегда говорила, «Всему есть причина. Ты просто должна идти вперед». Прошло 10 лет с тех пор, как Марго слышала эти слова, но, казалось, ничего не изменилось. Даже в свои 26 лет Марго, которая теперь жила в большом городе, по-прежнему получала отказы и люди смотрели на нее свысока. Марго вернулась к реальности, когда Лукас повторил свой вопрос, «Все в порядке». Она кивнула, подтверждая, что проблем нет. Лукас был готов оказать любую необходимую помощь. В этом молодом человеке было что-то такое, что заставляло Марго чувствовать себя в безопасности. Возможно, дело было в его искренней улыбке и спокойном поведении. Открывшись ему, Марго всхлипнула и сказала, «Моя жизнь такая тяжелая. Я никому не нужна. Недавно один человек сказал, что любит меня. Но от того, что он сделал дальше, у меня болит сердце». Несколько месяцев назад Марго встретила Марка и подумала, что ее жизнь наконец-то наладилась. Марк был типичным плохим парнем. Он носил кожаные куртки, посещал вечеринки, много пил и часто ругался. Марго не нравились такие парни, как Марк, но она была очарована вниманием и заботой, которыми он ее окружал. Марк водил ее в клубы и на другие общественные мероприятия. Он заставлял ее чувствовать себя желанной и красивой. Через месяц таких отношений она допустила его плотским желаниям. После этого Марго думала, что Марк по-настоящему любит ее. Но когда она спросила его о планах на их совместное будущее, он начал отдаляться от нее. Это продолжалось несколько недель, пока Марго больше не смогла этого терпеть. Она пошла в бар, который Марк часто посещал, чтобы поговорить. Там она застала его целующимся с другой девушкой и пришла в ярость. Марго начала кричать, «Несколько недель ты игнорировал меня, а теперь изменяешь. Почему ты так поступил со мной?» Марк раздраженно вздохнул и сказал, «Когда ты в последний раз смотрела на себя в зеркало, ты одеваешься как бабушка и такая же прилипчивая. Это потому, что в твоей жизни больше никого нет. С тобой было легко общаться. Это было весело, но теперь ты мне наскучила. Так что исчезни». Охваченная гневом и унижением, Марго дала ему пощечину, прежде чем выбежать из бара. Она забрела в переулок, где нашла укромный уголок и безудержно разрыдалась. Она чувствовала себя проклятой. Возможно, ей просто суждено было умереть, не исполнив желаний своего сердца, подумала Марго, но вскоре жизнь преподаст ей незабываемый урок. Всего несколько дней спустя Марго сидела в кафе, когда ей позвонили и сообщили, что Марк женится. Она чувствовала себя так плохо и безудержно плакала. И вот тогда-то Лукас и пришел спросить, что случилось. «Ты должна научиться принимать себя такой, какая ты есть, иначе тебя никто не примет. Я знаю, как это сделать», – сказал Лукас. В последующие месяцы Лукас учил Марго уверенности в себе, любви к себе и принятию. Он научил ее ценить себя и осознавать свою ценность. Он также отвез ее по магазинам за новой одеждой и подчеркнул ее лучшие черты, а также сделал стильную прическу, которая идеально ей подходила. Вскоре Марго заметила, что люди начали улыбаться ей и делать комплименты. Действительно, как и говорил ей Лукас, она усвоила, что от того, как ты относишься к себе, зависит то, как другие будут относиться к тебе. Марго была вне себя от радости, когда Лукас признался ей в любви. В их отношениях было все, о чем мечтала Марго, и даже больше. Лукас был любящим, внимательным и заботливым. Они были счастливы вместе. Прекрасным летним днем Лукас повез Марго на прогулку за город. Это было по-настоящему сказочно, и пара отлично повеселилась. Однако на обратном пути произошло нечто ужасное. Олень внезапно выскочил из кустов и перебежал дорогу. Пытаясь избежать столкновения, Лукас свернул на обочину, но, к сожалению, не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся. Лукас скончался на месте, а Марго получила несколько травм. В результате аварии у нее также возникли проблемы с сердечно-сосудистой системой. Врачи прооперировали ее и установили дефибриллятор в сердце, чтобы контролировать ее состояние. После несчастного случая Марго вернулась к бабушке Рене. К сожалению, однажды вечером, когда они гуляли по лесу, Марго внезапно упала на землю. Бабушка быстро позвала на помощь, но прибывшие врачи не смогли нащупать пульс, и Марго была объявлена мертвой. Бабушка была безутешна. Это несправедливо. Моя внучка всю свою жизнь не знала ничего, кроме боли. Она не исполнила ни одного из своих заветных желаний. Жизнь так жестока, плакала пожилая женщина. На следующий день люди собрались на похороны Марго. В тот день была дождливая погода. Во время последнего отпевания в гроб внезапно ударила молния. То, что произошло дальше, просто невероятно. Марго внезапно ахнула и открыла глаза. Все были ошеломлены. Ее немедленно доставили в больницу, где было установлено, что металлические части гроба пропустили электрический ток от молнии и активировали дефибриллятор, имплантированный в ее сердце. Оказалось, что она вовсе не была мертва, а скорее находилась в коме с почти неощутимым пульсом. После этого инцидента Марго почувствовала, что природа дала ей второй шанс на жизнь. Но, что еще более удивительно, несколько месяцев спустя произошло кое-что еще. Марго родила ребенка, который был очень похож на Лукаса. Оказалось, что Марго все это время была беременна. Каким-то чудом этому ребенку удалось выжить, несмотря на все, что произошло. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.